Сегодня мы поговорим, я хочу вам рассказать про GitOps, про такую штуку, как ArgoRuals, зачем это, что это, как это делается. Сейчас я научусь пользоваться с этой штукой. И супер. О чем поговорим? Ну, собственно, я Леша Григоровский, я DevOps-инженер в компании Provectus. И мы как компания предоставляем нашу экспертизу по всяческим AWS-продуктам, в том числе и DevOps. И я залетел на проект, на котором у нас уже мы решили использовать Swiss Army Cube. Swiss Army Cube – это Kubernetes, это наш open-source продукт. Вы можете им пользоваться. Это очень удобно для того, чтобы накатывать в environment Kubernetes. Так как мы хотим пользоваться Kubernetes, мы хотим использовать GitOps. GitOps все знакомы, знают, что это такое, что это за подход. GitOps – это история, что у нас есть репозиторий, в репозитории хранятся какие-то манифесты, какие-то файлы, и вся правда содержится только в них. И то, что написано в репозитории, действительно у нас кружится на каких-то окружениях. Но чтобы вот эта штука вместе работала, нам нужно какую-то использовать технологию. Нам нужна какая-то туза, которая будет делать за нас, потому что мы DevOps, мы ленивые люди. Вот. Есть такая замечательная штука, кто не знаком, настоятельно рекомендую. Sense CF Technology Radar. Это Cloud Native Compute Foundation. Это много компаний, которые делятся своим опытом, какие технологии они используют, на каком уровне, и что сейчас, собственно, на хайпе, что сейчас используется. Это самое актуальное. На текущий момент, видимо, небольшой кризис, поэтому в этом году еще не успели сделать. Но подъявся к опсу, и мы видим в этом радаре, что в зеленой зоне очень много людей используют что? Что-нибудь. Должно быть какой-нибудь CD, потому что нам нужно что-то вместо кубернетисом и девопсом. И вон мы видим маленький такой надпись ArgoCD. Оп. Проскочили. Проскочили. Это что за покемон? Действительно, кто знает, что это? Да, вы видели спойлер. Это, собственно, Argo, Argo, не Argo, прошу прощения, да. Вот. Это, собственно, ArgoCD. Argo проект — это тоже опенсорсный проект, который очень удобен в использовании. Немножко про него вам расскажу, потому что все-таки GitOps — это тема, и мы будем с ним работать. Кто ваш? Argo. Argo — это, как я и сказал, проект, в котором есть несколько подпроектов. Собственно, сам ArgoCD. ArgoCD — это такое кубернетиское приложение, которое… Вот есть классная картинка на шоу, не совсем под правиль. Когда мы имеем кубернетис, и мы пробуем удалить пот, если пот находится под управлением диплоймента, что произойдет? Что произойдет? Что произойдет? Да, конечно, есть Squidward — это классный кальмар, который как диплоймент просто восстановит новый пот. Так вот, ArgoCD — это такой же кальмар, только он описывается приложениями, это сущностью приложениями, которая, собственно, будет восстанавливать то, что написано в манифестах. Соответственно, вы не запариваетесь, над чем все делает этот прекрасный кальмар. Вот, помимо ArgoCD... В проекте Argo есть несколько проектов ArgoWorkflows. Мы не будем его затрагивать, но я не могу ничего сказать. Это классная штука для ETL, это Workflow, который как даги. Вы восстановите последовательные задачи, то есть какой-то граф строите, и он работает. Я вообще согласен. И есть, конечно, ArgoRowouts. ArgoRowouts создан для того, чтобы заниматься прогрессив деливери, и какую проблему решает прогрессив деливери. То есть стандартный кубернет, стандартный диплойменты, кто работал, сталкивался с такими проблемами. У нас есть какие-то стандартные две технологии настройки приложения, настройки выхода с новым диплойментом, который либо роликом, либо 3-проект. Которые никак не управляются. Собственно, когда мы выкатываем новое приложение, мы никак не можем управлять настройкой того, как приложение быстро, как оно будет управляться, все ли хорошо идет во время диплоймента новой версии приложения. Мы, проеденный строб, не подходит для всего каких-то глубоких проверок. Так вот, и Argo World, собственно, создан для этого. Оно заточено непосредственно для сложных стратегий диплоймента. Это, переводя на простой язык, мы хотим, накатывая новую версию приложения, предоставлять небольшой группе пользователей новые приложения в каком-то ограниченном масштабе, следить за ключевыми метриками, так называемыми, например, четырьмя сигналами золотыми, которые описаны в SRE, такие как latency, traffic, error, saturation. И он довольно улегок в использовании. Так что сейчас мы посмотрим, как это все работает. Вот, прогрессивный диплоймент, собственно, самое главное, что он делает, он деплоит и анализирует. Анализирует, и если все проходит успешно, все, выкатывается новая версия приложения, все пользуются недовольны, мы довольны, ничего не нужно. Если что-то пошло не так, возникает какая-то проблема, он роутбэчится. И сигнал дается роутбэчится, и он роутбэчится. Вот, собственно, какие у него есть киллер-фичи? Как я говорил, это несколько стратегий. Это может быть BlueGin диплоймент, это может быть generation диплоймент. Соответственно BlueGin это просто он поднимает два окружения. Окружение с новой версии приложения держится, с старой приложения. Все довольно просто, подходит там для каких-то бесплатных тестов и так далее. О, супер, супер. Так вот. И вторая, это generation, мы будем говорить о нем чуть-чуть подробнее, дальше будет графика, мы увидим, как это здорово работает. Также ArborLoud мы можем управлять трафиком, мы можем управлять автоматическим режимем, мы можем ключевым режимем, решать, кто пойдет, кто не пойдет. Мы видим все ключевые метрики, и это суперудобно. Также замечательно, что он уже интегрирован со всеми этими крутыми штуками. Он с сервис-мешами работает. И с SMA, и с SMA, и с SMA, которые мы долго настраивали. Это все работает, и работает из коробки. Он активно обновляется буквально пару дней назад, вышла новая версия D3, в которой добавили еще несколько новых представителей, с которыми он интегрировался. По архитектуре ArborLoud выглядит следующим образом. У нас есть в кубернетике ArborLoud-контроллер. ArborLoud-контроллер следит за ArborLoud. ArborLoud — это сущность уровня деплоймента, которую довольно-таки легко настраивать. Вторая соцветительная птича — это анализ template, что у нас происходит какой-то анализ кода, что у нас все хорошо, все работает, и все супер. Который питался в метрике, у него под компотом он поднимает несколько сервисов кубернетисе, смотрит, глядит трафик туда-сюда, все, как мы описываем. Как это выглядит? Допустим, мы хотим построить сложную схему, довольно сложную схему, что сначала 60% трафика шнется на новое приложение, потом 33%, если все хорошо, и так далее, если все взлетает, все, 100% е. Мы выпитали все, здорово, можем вклопать. Надели под капотом замечательные яблики, у нас есть деплоймент, как мы можем мигрировать сюда. Это слишком легко, у нас есть деплоймент, обычный деплоймент, какое-то приложение крутится, но мы хотим использовать rollout. Что мы делаем? Мы добавляем новую сущность, установим rollout. Цена называется rollout. Мы ссылаемся в Workflow 3.0 типа ссылочкой просто на этот деплоймент. Поднимается рядом еще новые три контейнера. В деплойменте можем поменять число реплик на ноль. Соответственно, деплоймент уйдет, и мы уже работаем на rollout. Как это выглядит? Собственно, канареечная стратегия, что у нас описано несколько сервисов. Мы выставляем, как на прошлой картинке показано было вес, ждем какую-то паузу, повышаем вес, и со временем, после последнего пункта, мы полностью выкатили все здорово, и все работает, если все работает. В данном случае у нас нет никакого анализа, он просто проверяет по своим каким-то характеристикам. Запустилось приложение? Здорово, не запустилось? Откатываемся. Вот. И также rollout можно сразу нативно просто поставить. Если мы посмотрим, отличается он от обычного деплоймента тем, что помешано решеточками. Соответственно, это немножко другая сущность в отличие от деплоймента. Другая API. Ну и мы добавляем стратегию, которая нам нужна. Внизу мы видим пауза стоит, но пауза у нас не задана никакого дюрейшена. Это, соответственно, rollout застопорится на 20% и будет ждать, когда какой-нибудь умный девопс придет или какой-то соберет метрики человек, посмотрит, все ли хорошо. Он может сходить прямо в канареечный сервис, который работает параллельно, на котором весь трафик может в обычный сервис зайти или в ингресс и попадет на приложение. И если ему повезет, вот в этих 20% трафика он попадет, то он, собственно, окажется на этом сервисе. Вот. И ArgoRowals ждет, ждет, пока девопс зайдет либо в UI. Вы медите мое отношение к UI. UI это не очень здорово, потому что есть замечательный CLI. это плагин, в котором мы можем увидеть, соответственно, какие анализы уже прошли, что работает, что нет, надо ли откатываться или нет. Соответственно, мы можем управлять через CLI этой всей истории. Опа. Назад-назад. Еще немножко ямликов. Анализы. Мы до них еще не доходили, но вот это, я считаю, что киллер фича, и это нужно использовать, потому что мы настраивали мониторинги, мы собираем кучу метрик, у нас там есть сервис-меши, и это не просто так. Мы хотим что-то с этим делать и не знать, когда все, конец. Приложение не работает, нужно откатывать или что-то. Он делает это автоматом. Соответственно, у нас матчится rollout на анализ. Как мы видим, здесь анализ указан сразу в стратегии. Соответственно, он будет бэкграундом выполнять действия. Он будет запускать кверю какую-то, которая будет к нашему, в данном случае, Прометеусу обращаться и смотреть, что в течение пяти минут, если метрики, которые мы запросили, успешные, все здорово, выкатываемся, сработало. Если нет, он развернется. И что-то… погасло? Погасло? Да, прошу прощения. Если читать не в ямликах, то это можно увидеть так. У нас есть argrowout, который решает накатить новое обновление. Он идет в Прометеус. Прометеус говорит, все, отлично. И он повышает количество трафика, которое идет. Очень удобно. Я подготовил такую классную демку. Запусти, пожалуйста. Эта демка, собственно, показывает, как это все работает. В правом верхнем углу вы видите CLI. В правом нижнем я запускаю команду обновления контейнеров. И, собственно, вся магия происходит слева. Это какой-то UI, который показывает просто, что данная версия – это зеленые контейнеры. Соответственно, если он без рамочек, то он просто выплевывает 200-е ошибки, 200-е коды. Соответственно, все хорошо. И мы сейчас запустили новую версию. В правом верхнем углу вы видите, что это плохие синие контейнеры, которые уже появляются. И мы видим в них, что они с красной рамкой. Это ужасно. Мы не хотим видеть плохое приложение. И он спустя какое-то время запускает анализ. Какой-то простейший анализ, который описан в правом нижнем углу. Просто встроенный анализ. Он смотрит, собирает все метрики. И что, если количество метрик не совпадает, то он захочет роубетчиться. В правом углу мы видим, что да, уже накатился первый плод по весу 20, который указан. То есть вся информация в этом указана. И вот первый красный крестик. Что-то уже пошло не так. Он продолжает проверять, что ключевые метрики для бизнеса важны. Они идут назад и порабо откатываться. Ну, что вы думаете? Конечно, он откатится назад. Помимо этого, Rollouts сам есть свой встроенный identification сервер, который нам может рассказать, показать, что что-то пошло не так. Он в прометаловском формате может показывать, накатилось ли что-то не так к здоровью нашего приложения. Отправить какой-то event в данном случае. Но мы видим, что он чуть-чуть еще продолжает. Статус второй ревизии уже degraded. И сейчас он будет убирать. То есть вы по нижним барам видите, что количество синих контейнеров становится все меньше и меньше, что это уже не 20%. И трафик уже перестает туда идти. И, собственно, на этом все заканчивается тем, что мы видим замечательный зеленый экран. И нам не надо вручную делать здесь совершенно ничего. Да? Да? Ведь это так закончится. Последние синие контейнеры ушли. Да, на этом, наверное, мой рассказ про ArgoRowouts и как это работает заканчивается. Да, кликни, пожалуйста. Он не отрабатывает. И теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.